Тегеран продолжается В отношении Азербайджана предпринимать непонятные, мягко говоря, неадекватные шаги И о причинах этого мы поговорим сегодня с нашим гостем Ильгар Велизаде Доктор философии по экономике, политолог Добрый вечер, Ильгар Малин Здравствуйте, Теймур Малин Вопрос, в принципе, известен Средства массовой информации сообщили о том, что группа из 14 человек Граждане Ирана оказались в Карабахе, в Канкенде Причем они проследовали через территорию, временно контролируемую российскими миротворческими силами И 12 из них находятся в этой зоне уже 24 ноября Они прибыли из города Изы, как отмечается А это область Хузистан, которая в большинстве населена армянами, лицами армянской национальности Но мало того, именно в этом городе Изы расположена секретная база иранских органов, спецслужб Специализирующихся на террористических диверсий И вот возникает вопрос, а в чем вообще дело? Что происходит? Почему именно уже вот это направление берется за основу? Конечно, стоит говорить о том, что иранская сторона методично, последовательно Ведет свою политику, такую антиазербайджанскую политику И вот указанный вами эпизод является еще одним проявлением этой политики К большому сожалению, мы видим, что в регионе действуют деструктивные силы Которые имеют цель дестабилизировать ситуацию, причем на долгосрочной основе И вот наблюдается, к большому сожалению, такая своеобразная кооперация этих деструктивных сил Армянская сторона, Армения, действующие на территории, находящиеся под временным контролем Российских миротворцев, сепаратистские силы А также вот указанные нами иранские соответствующие силы Вот составляют такую команду, так называемую, в кавычках Которая и реализует здесь провокационную и дестабилизационную политику К большому сожалению, за этим наблюдают более влиятельные силы А возможно даже в какой-то мере заинтересованы Проявляют заинтересованность в обострении ситуации В дестабилизации ситуации с тем, чтобы те процессы Позитивные процессы, которые наметились после 44-дневной войны Те процессы, связанные с постконфликтной реальностью Выстраивание новых отношений между Азербайджаном и Арменией Выстраивание новых отношений в рамках геополитической конструкции Южного Кавказа Вот чтобы эти процессы нарушились Чтобы опять в регионе наступил период конфликтов, затяжных конфликтов И вот именно на фоне этих конфликтов Есть интерес, скажем, вот этих деструктивных сил Сделать свое, ну такое, в кавычках, конечно, они считают это большую игру А на самом деле это мелкая игра с очень сомнительными результатами Ильгар Малим, а вот на ваш взгляд вы говорите и о силах деструктивных чисто в регионе, скажем То есть и с другой стороны говорите о внешних игроках Ну мы видим уже на протяжении последнего времени И со стороны Франции активизация антиазербайджанская Здесь со стороны Ирана И плюс Армения еще ведет свою игру Во всяком случае, вот не желая вести уже переговоры Без участия Макрона Насколько вот эта связка, она все же реальна С точки зрения того, что они действуют сообща Или, на ваш взгляд, это идет как бы отдельная игра тех и других? Ну я думаю, что все-таки здесь наблюдается определенный ситуативный интерес Совпадение интересов вот этих различных акторов в ситуативном поле И мы видим, что в принципе любая дестабилизация Любое нарушение стабильности в интересах той же Франции Которая играет совершенно по-своему И преследует совершенно свои цели Мы видим, естественно, между Францией и Ираном Не может быть полного совпадения интересов Каких-то других геополитических комбинаций В других геополитических раскладах Но в нашем регионе, к удивлению, вот эти интересы ситуативно совпадают Потому что и в Иране говорят о конфликте И во Франции говорят о конфликте И в Армении говорят о конфликте Они говорят, что вот этот самый конфликт Который был разрешен два года назад Что он существует Они до сих пор называют его в кавычках Нагорно-Карабахский конфликт И совпадение интересов их приводит к тому Что вот в этом направлении Какая-то определенная синхронизация у них получается Кстати, говорит Эймур Байли Мы видим, что Армения в своих попытках Привлечь вне региональной силы в регион Не ограничивается только этими странами Мы видим, как настойчиво Армения пытается завлечь Вот свои сомнительные процессы Также Индию И здесь тоже вот есть определенная активность У Индии с Ираном есть определенные связи Ну как раз вот недавно По линии Индии Посол Индии в Армении Он как раз и привлекал Вот и к этому проекту Где Индия фактически Фактически вот этот Чавбахар Этот город в Иране Они практически контролируют И предлагали их к экономическим проектам Подсоединиться Тогда это вот вызвало удивление Что если здесь они не пользуются Теми практически предложениями Со стороны Азербайджана Принять участие в экономических проектах В регионе И с учетом того, что там экономическая ситуация Минусовая То есть о каких проектах вне вообще региона Можно говорить И еще один момент Вот то, что вы отмечаете Вот как они пытаются именовать конфликт Которого уже нет Который уже разрешен Это все как раз вот вчера тоже мы отмечали Попытки и реанимировать с одной стороны конфликт А с другой стороны это уже и мы называем политическая безграмотность Как минимум Но в любом случае вот то, что расширение Происходит вот этих игроков И то, что вы называете Безусловно, это факт Где опять-таки мы видим попытку Дестабилизации ситуации в целом в регионе, конечно Да, совершенно верно Это не может не тревожить нас И не может не тревожить наших ближайших партнеров С которыми мы реализуем здесь конструктивную повестку Взаимодействуем в рамках различных проектов И, кстати говоря, здесь мы определяем четкую позицию Мы всегда говорили о том, что мы заинтересованы в сотрудничестве Со всеми региональными и нерегиональными игроками И даже предлагали и предлагаем платформы взаимодействия 3 плюс 3 Есть платформы, скажем, взаимодействия между нашим регионом В частности Азербайджаном с Европейским Союзом Есть там также большие перспективы В рамках реализации проекта Север-Юг Мы взаимодействуем также с Россией, с Ираном И также предлагаем сотрудничество, взаимодействие На пользу всех этих государств Но, к сожалению, к большому сожалению Оказывается, что политические воззрения Или авантюристические воззрения Вот этих государств Они оказываются более действительными Или влиятельными для них Чем реальный экономический интерес Мы всегда говорим о том, что есть экономические интересы Давайте взаимодействовать Давайте извлекать из этого выгоду Есть проекты, которые являются долгосрочными И эти проекты, скажем, обеспечивают интересы Долгосрочные интересы всех участников Возьмем Север-Юг Возьмем проекты Срединного коридора И энергетическое сотрудничество Различных государств Допустим, вот, скажем Привлекает внимание Очень такой Серьезный проект По своповым поставкам газа Между Азербайджаном, Ираном, Туркменистаном Он же приносит Всем троим государствам Существенную выгоду Есть такие предложения И с другими участниками А что делает Иран? Иран вместо вот этих проектов Вместо вот этой позитивной динамики Обращает внимание на Очень сомнительные политические проекты Которые для самого Ирана Ничем хорошим не обернется А с другой стороны Мы видим, что и Армении нечего предложить Армения это страна, которая не может предложить Ни участие в каких-то важных проектах Других государств Ни какие-то преференции для них А те проекты, которые Армения предлагает Это вот указанный вами путь Из Индии в Черное море Через Иран, Армению Немножко абстрактный, назовем его Как минимум Да, вот этот маршрут И наш президент об этом говорил Во-первых, он очень невыгоден Потому что требует больших затрат А во-вторых Дело в том, что Нет драйвера для этого проекта Нет государства, которое этот проект может взять на себя Вот давайте обратим внимание Что, скажем, в рамках проекта Срединного коридора Азербайджан фактически построил на своей территории Важную транспортную и дорожную инфраструктуру И сейчас строит И, кроме того, выделяет дополнительные финансирования Нашей дружеской соседней Грузии В частности, 100 миллионов долларов На, скажем, увеличение пропускной способности Железной дороги Баку-Тбереси-Карс Есть ли у Ирана, у Армении Ресурсы, чтобы, скажем, построить эту дорогу О которой они говорят Может быть, где-то в мечтах Или там, я не знаю, в снах Они видят эти возможности Наши географические соседи в лице Армении То есть, что они могут Кстати, вот то, что вы говорили Я сейчас вспоминаю Что президент страны Вот буквально несколько дней назад Как раз и сказал Что Армения находится в тупике То есть, фактически, это псевдонезависимость И вместо того, чтобы становиться реально Независимым государством Они продолжают играть в ту игру Которая их только уводит от этого И даже привел в пример Ильхам Алиев Тот факт, что мы беседуем и разговариваем Ведем переговоры о Зангизурском коридоре с Россией Потому что, фактически, зависимости от России и Армении налицо И, кстати, вот это был его ответ на вопрос Когда задавали, не помешают ли там Ирана, Армения развитию проектов Что касается Ирана Он, кстати, сказал, что Иран сам заинтересован в этих региональных коммуникационных проектов Так как они не направлены против кого-то А наоборот способствуют И как раз-таки будут работать в пользу всех И причем железнодорожные сообщения Это вот то, что вы говорите Через Азербайджан Для Армении иметь То есть, это железнодорожный путь с Ираном Он лежит через Азербайджан Но все равно получается Вот то, на что вы обращаете внимание Что политический фон Начинает преобладать уже какое-то время Над экономическим Да, это на самом деле достойно сожаления Потому что в конечном итоге Страдают интересы этих государств И они ставят под угрозу интересы других государств Соседних государств Вот здесь очень важно сказать Что сегодня на самом деле Все, если не все, то очень многое Зависит от воли, желания и возможности Тех или иных государств Реализовывать вот эти свои программы Крупные программы В том числе программы сотрудничества У Азербайджана есть хорошие партнеры У Азербайджана есть собственные ресурсы И ресурсы своих партнеров, друзей, братских государств В частности, нам всемирную поддержку В реализации наших проектов Оказывает братская Турция Сегодня братские государства Центральной Азии Также подключились к реализации этих проектов У нас хорошая кооперация с Россией Потому что мы взаимодействуем в рамках И дорожно-транспортных проектов И энергетических проектов Вот есть контракт на поставку газа Российского газа в Азербайджан У нас, естественно, замечательные Прекрасные отношения с Грузией С которой мы также реализовываем Все эти проекты И эти проекты приносят пользу Всем государствам Теперь посмотрите на те страны Которые оказались вне этих проектов И которые заигрались в свою геополитику В свои такие химикерные игры Это Армения, которая в плачевном состоянии находится Экономика не в лучшем состоянии находящаяся Иран, который погряз во внутренних противоречиях В бесконечных политических дрязгах И в проблемах И не только внутриполитических Внешнеполитических Значит, вот это страны Которые сегодня, ну, скажем Являются аутсайдерами И в региональной политике И в мировой политике, тем более уж И здесь Вот такой Получается, знаете, какой-то такой Символический союз Преуспевающих государств И союз Вот таких, скажем И самое главное Ведь любой аутсайдер Если мы будем говорить спортивными терминами Тем более чемпионат мира сейчас происходит Любой аутсайдер пытается Выбиться как минимум в середняки Не говоря уже о том, чтобы подняться Чуть-чуть повыше Получается, что эти страны Сами в буквальном смысле слова Не заинтересованы двигаться вперед И вот это вот парадокс Что мы уже несколько раз Обращали на это внимание Что Азербайджан пригласил Фактически, в общем-то И тех, и других Причем с Ираном Даже после сложности Которые имели место И там после победы Азербайджана в войне И после того, как были учения В 21-м году И антиазербайджанские заявления Все равно рука была протянута Экономическая И с точки зрения даже того Что тот же самый Если не 3 плюс 3 Хотя бы двусторонние соглашения Двусторонние взаимоотношения развивать Но у меня у нас уже, к сожалению Время буквально подходит к концу Там на 2-3 минуты Если можно, еще один вопрос Все же возвращаясь и к началу передачи Вот мы говорим о том, что диверсанты Диверсионно-террористические лица Эти структуры Работают в антиазербайджанском направлении Представители этих организаций Пересекают границу Азербайджана Причем незаконно Но посольство Ирана в Азербайджане Пока не комментирует эту информацию То есть, как вы оцениваете это? Ну, наверное, им нечего сказать На очевидные факты Здесь, правда, приходит на ум такое выражение Что на варе и шапка горит Когда ты фактически своими действиями Показываешь, что на самом деле Какие у тебя цели и какие планы в регионе И здесь я очень коротко могу только сказать Что вот эти диверсионы 14 человек с какими-то сомнительными целями Находящиеся на территории Карабахского экономического района Незаконным образом Что они могут сделать против Высоко оснащенной Высоко технически оснащенной Хорошо подготовленной Азербайджанской армии Которая обладает всеми возможными Ресурсами для того, чтобы Купировать любые риски Любую террористическую активность Да если они только попробуют Что-то там сделать Уже, значит, они будут нейтрализованы Поэтому бессмысленность Вот подобных действий Она обескураживает, конечно И лишний раз показывает Насколько, ну скажем, такие Поверхностные игры играют наши противники Ну здесь еще, кстати, такой момент Что фактически Азербайджанская армия Военнослужащие контролирует полностью Этот регион То есть уже предоставлены И номера автомашин На которых пересекали И время установлено То есть фактически Полностью контролируется Вся ситуация И поэтому эти моменты Они, быть может Быть может, вот как Вы говорите Это демонстрация очередная Слабости и непонимания Что вообще происходит И что с этим им делать Потому что фактически Остаются и Армения И Иран при этой политике Да и Франция Практически остается неудел На Южном Кавказе Спасибо Ильгар Малим За интересную беседу Напоминаем С нами был сегодня Ильгар Велизаде Доктор философии по экономике Политолог Постарались рассмотреть Отдельные нюансы Происходящие в регионе Безусловно Интересная очень ситуация Но, к сожалению Она вызывает интерес Не с точки зрения Экономического развития Или движения вперед А с точки зрения того Что удивляемся По какой причине Вот продолжается Эта антиазербайджанская Линия Со стороны Отдельных наших Географических соседей В лице Армении И Ирана Ну, отдельные мысли Мы сегодня Услышали у Ильгара Велизаде Который раскрыл Некоторые нюансы Происходящие Безусловно Мы к этой теме Еще вернемся Оставайтесь Сибиси Следите за аспектами Иностранных дел Будете в курсе Всех важнейших вопросов Современности Спасибо за внимание Редактор субтитров А.Семкин